Маленький серенький котенок родился и жил на улице. Мама искала ему пищу, он резвился с похожими уличными котятами, еще ничего не понимая. Котенок в то время потерял маму и заблудился. Видимо, играя, он убежал слишком далеко и теперь не знал, как вернуться, он бродил по знакомым улицам, но все равно не мог понять, куда ему идти. А под вечер, проголодавшись, прибился к местной свалке, чтобы найти себе что-нибудь поесть. Он привык к нехватке еды, тепла и повышенной опасности в виде собак, машин, а в особенности людей. Тем холодным вечером группа подростков проходила мимо местной свалки. Парни услышали жалобные писки и нашли их источник. Котенок думал, что ему помогут, но это была ошибка, надо было бежать, но было уже поздно. Подвыпившие подростки взяли котенка за шкирку, он не вызывал у них жалости. Они решили с ним поиграть, только вот для малыша это было мучением. Они начали швырять плачущего котенка друг другу, он больно ударялся о ребят и падал на землю. Парни снимали все на телефоны и громко смеялись. Когда тот перестал пищать, уже теряя сознание, они кинули беднягу в коробку с отходами. После пережитой боли малыш уже не чувствовал тела. Он пролежал так несколько часов и потерял сознание. На следующее утро ему улыбнулась удача, мимо шла девушка. Она специально искала котят, видимо, какой-то волонтер, и наткнулась на серенький изуродованный комочек. Кто знал, что его ждет впереди? Приветливая женщина забрала его домой. Она лечила маленького бедняжку, он быстро восстанавливался и уже начал привыкать к любви и заботе хозяйки. Только стоило котику поправиться, как началось невообразимое, стало понятно, что это совсем не милая дама. Девушка посадила его в клетку и несколько дней не давала еду и воду. Это было только начало. Котенок, естественно, пищал и плакал, голодая и умирая от обезвоживания, сидя в своей нечищенной клетке, отчего ему начинало разъедать подушечки на лапках. Ей понравилось, как котенок пищит, и она стала записывать эти звуки на микрофон и медленно прокручивать. Ей стало не хватать однообразных писков, и чтобы котенок пищал по-разному, она начала его буквально пытать. После заточения последовала стиральная машина, где кроху неоднократно прокручивали, как в центрифуге. Следом его хватали и кидали, куда придется, уже просто ради забавы. Последнее, до чего она додумалась, резать, уже ничего не издающего котенка. Чаще всего она ранила задние лапы, котенок не мог убежать и просто неистово кричал. Соседи не могли не среагировать. Они пришли к ней узнать, что происходит. Котенок в это время просто лежал в другой комнате и не мог ничего даже пискнуть. Соседи решили, что котенка уже забрали и успокоились. Девушка, чувствуя, что ее в чем-то подозревают, решила выкинуть котенка в подвал. Там его никто не услышит и не найдет. Она закинула уже бесчувственного малыша в коробку и кинула в подвал. Он не мог ходить, она изуродовала его маленькие лапки. Ему оставалось только лежать в холодном темном подвале и думать, почему ему делают так больно. Из маленьких глаз катились слезы, он хотел к маме, которая будет его любить и не даст никому в обиду. Он долго лежал там, уже без сознания. Там завелись другие котики и их стала подкармливать одна добродушная женщина. Но она не проходила вглубь подвала. В одной из таких утренних кормлений она не обнаружила на месте ни одного кота, но услышала, как они кричат внутри подвала. Она пошла на звук и увидела невообразимую картину. Несколько взрослых котов мяукали возле маленького котенка. Его лапки уже гнили, на них красовались глубокие порезы и можно было сказать, что его больше нет. Но коты настойчиво мяукали, и она решила проверить. Невероятно, малыш еще дышит, но находится буквально на грани жизни и смерти. Она забрала его и помчалась в больницу. Врачи были в ужасе. Нужно было оперировать или усыплять. Доктор убеждал, что необходимо усыпить шанс на восстановление такого крохи с такими повреждениями один к ста процентам. Женщина, несмотря на это, не могла его бросить, ей было невозможно жаль маленького котенка, который еще не успел пожить, но уже испытал столько ужаса. Она отдала свои накопленные деньги и его прооперировали. После операции она забрала его домой. Женщина и ее семья долго лечили котенка и восстанавливали его, и вскоре он пошел на поправку. Через несколько месяцев малыш, так назвала его спасительница, достаточно резво передвигался по дому. Теперь он находился в по-настоящему любящей семье. Он рос и уже был здоров. Через несколько лет они переехали в новую квартиру и перевезли с собой маму, она была уже в достаточно преклонном возрасте, 86 лет. Рано утром она решила приготовить завтрак, запахов она уже не чувствовала и плохо слышала. Ночью произошла утечка газа, все крепко спали и только малыш проснулся вместе с бабушкой, он учуял запах газа. Начал носиться перед бабушкой и всеми силами пытался ее остановить, но это было бесполезно. Тогда он, понеся в комнату, заполз на кровать и начал бить хозяев лапами. Они проснулись. Сначала разозлились, но затем почуяли газ и кот, как ошпаренный, побежал на кухню. Люди сразу поняли, в чем дело. Бабушка уже собиралась зажечь газовую плиту и все в одночасье могло взорваться, мгновение и не только это, но и другие квартиры могли взлететь на воздух, унеся с собой множество жизней. Кот схватил бабушку за ногу и дети смогли вовремя ее остановить. Малыш успокоился и пошел отдыхать на коленках у старой женщины. Комнаты выветрили и вызвали газовую службу. Так котик, которого они спасли от неминуемой смерти, теперь сохранил их жизнь. Дорогие зрители, если вам понравилась эта история, обязательно поставьте палец вверх и поделитесь этим рассказом со своими друзьями. Если вы впервые на этом канале и еще не подписаны на него, рекомендую подписаться прямо сейчас, чтобы не пропустить очередную захватывающую историю. Продолжение следует...